Добрый день всем, уважаемые слушатели, уважаемые учащиеся. Тема сегодняшнего урока – введение в массоспектрометрию. Прошу обратить внимание введение, то есть это для тех, кто новичков, которые хотят познать эту тему. Итак, массоспектрометрия. Здесь недаром изображен рисунок на слайде, в котором указываются весы. Давайте немножко возьмем историю. Мы знаем такую историю с Древней Греции, когда царь Гейрон, он как-то заказал у своих ювелиров сделать ему корону из золота и серебра. Но некоторые из его придворных все-таки жаловались и говорили, что короны это не настоящие, что ювелиры немножечко поступили нечестно и смешали некоторые неблагородные металлы. Тогда Гейрон, чтобы узнать, действительно это так, были ли честными ювелирами, ювелиры, он обратился к Архимеду. Как же Архимед решил первую такую проблему, связанную с составом вещества? Он, конечно же, все знают закон Архимеда, он определил объем короны, определил ее массу и по плотности высчитал, действительно ли данная корона содержит нужное количество золота. Это были, можно сказать, первые примитивные способы определения массы вещества. Сейчас самым распространенным, один из самых эффективных способов является масс-спектрометрия. Давайте поставим цели сегодняшнего урока. Знать раздел схемы масс-спектрометра, понять функции основных частей масс-спектрометра, понимать на элементарном уровне образования молекулярного иона и его последующие разложения, уметь найти относительно молекулярную массу вещества, исходя из его масс-спектра, уметь предлагать структуру вещества согласно его масс-спектра. Итак, давайте начнем. Итак, первое, давайте определим, что же такое масс-спектрометрия. Масс-спектрометрия – это, можно сказать, метод исследования вещества путем определения отношения массы к заряду и количества заряженных частиц, образующихся при том или ином процессе воздействия на вещества. Давайте я немножко возьму, откуда сравним масс-спектрометры, масс-спектрометрами, которые появились немного ранее. Итак, мы все знаем из курса физики, если нагрет какое-нибудь тело, очень сильно нагрет, то рано или поздно начнет светиться, если это вещество, конечно, не разложится. То есть мы понимаем, что атомы при поглощении определенного, избытке определенной энергии, они способны светиться. Так вот, если это сверхнагретые атомы, испускаемый ими свет пропустить через призму, то мы увидим, что этот свет начнет подавать некоторые спектры. То есть так были обнаружены магнитные квантовые числа. Вначале был поставлен эксперимент, при нагревании были получены спектры, например, главного квантового числа, побочного квантового числа. В дальнейшем, когда эти же эксперименты с пропусканием испускаемого света атома в возбужденном состоянии через спектр проводили уже в магнитном поле, в магнитном поле уже получили дополнительные спектры, за что в дальнейшем были названы магнитное квантовое число и так далее. Мы знаем, что Резерфорд установил, что атом положительно заряженный, потом другие ученые уже определили, если атом все-таки имеет положительно заряженное ядро, то первый эксперимент по отклонению ионов сделал Вильгельм Вин, немецкий физик, в 1898 году. Он пропускал ионы и пытался их отклонить в магнитном поле. Но первый спектрометр, конечно, сделал Томпсон. Он создал первый масс-спектрометр, и сейчас, конечно, используется более современный масс-спектрометр, но принципы, которые были заложены там, они используются до сих пор. Итак, масс-спектрометрия, представьте, как метод превратился в науку. Это, можно сказать, наука, поскольку многие масс-спектры представляют собой довольно-таки сложно определить спектры некоторых веществ, и для этого нам в помощь идет компьютер. Компьютер очень четко определяет, очень точно определяет массу вещества, и масс-спектрометрия, одна из его достоинств в том, что она очень точно может определить массу какого-нибудь элемента. Мы знаем, например, элемент углерод, он имеет практически точную массу 12, самый такой элемент, который имеет наиболее точную массу. И масс-спектрометр, он уже может показать значение массы в трудновообразимых округлениях. Итак, масс-спектрометрия – это наука, можно сказать, получения интерпретации масс-спектров, которые, в свою очередь, получаются при помощи масс-спектров. На рисунке представлена первая схема, которую предложил Томпсон, а здесь уже первый масс-спектр. Мы видим, что есть этот масс-спектр пентана, молекулярная масса 72, в дальнейшем это молекулярный ион, но в дальнейшем мы будем определять, что не всегда здесь бывают молекулярные ионы, и вот этот положительно заряженный пентан, он распался на три фрагмента. Каждого фрагмента определенная масса. Итак, мы здесь видим, посмотрите, 55, вот здесь 57. Здесь мы видим, что он как бы спектр, и он имеет несколько, как бы, пиков. Итак, масс-спектр – это вакуумный прибор, используя физические законы движения заряженных частиц в магнитных и электрических полях, необходимы для получения масс-спектра. То есть, физики научились определять уже вещества посредством физических законов. Посмотрите, здесь показана схема, чтобы больше показать, каким образом все-таки работает масс-спектр. Здесь давайте представим, что мы с вами скидываем с высоты, пусть будет, 10-этажного дома, два шара. Один баскетбольный, мяч для боулинга. Мы понимаем, что баскетбольный мяч, и представим, что мы скидываем это в условиях сильного ветра. То, в данном случае, ветром будет выполнять функцию магнитного поля. То частицы, которые в магнитном поле, мы будем сейчас разбирать, которые полегче, они будут отклоняться сильнее. Более тяжелые частицы, их отклонение будет практически, в зависимости от массы, отклонение будет разным. И на основе этого можно будет детектировать различные ионы с достаточно высокой точностью. Тут показана формула, как можно определять отношение массы к заряду. Здесь это скорость движения заряженной частицы, это вектор магнитного поля и радиус. Мы знаем, что, обладая определенной частотой, они создают различный радиус при своем вращении. Итак, давайте немножко разберем последовательность работы масс-спектрометра. Посмотрите, здесь мы можем сказать, что работа масс-спектрометра можно разлить на четыре этапа. Первый – это ионизационный, то есть вещество переводит в ионное состояние. Для многих вещество достаточно сложно. Для этого используют различные методы. Это может быть электронный удар, бомбардировка тяжелыми атомами, это может быть воздействие лазером. То есть вещество переходит в ионное состояние. В дальнейшем это вещество в ионном состоянии необходимо будет ускорить. Движение этих частиц нужно будет ускорить. Все это происходит в вакууме. Мы знаем, что вакуум препятствует комбинации ионов, то есть ионы не будут вновь превращаться в нейтрально заряженные молекулы, если все это будет происходить в вакууме. То есть молекулы воздуха, пусть так можно сказать, какие-то нейтральные молекулы, при этом не будут мешать, и ионы будут достаточно двигаться. То есть если они примут определенное ускорение, то мы знаем, что все ионы нужно придать одинаковое ускорение. С одинаковым двиганием, с одинаковым ускорением мы можем сказать, что те частицы, которые скорость этих частей будет зависит от массы то есть это можно продемонстрировать на примере на льду вы пытаетесь одной и той же силы пытаетесь пустить шайбу то мы знаем что шайба может улететь достаточно далеко а если мы попытаемся толкнуть какой-нибудь достаточно тяжелый предмет то мы увидим что если мы будем прилагать одну и ту же силу на льду то то тело которое будет обладать меньше массы на будет обладать большей скорости и поэтому здесь придается ускорение частиц начинается двигаться вакууме ничто им не мешает на достаточно целенаправленно двигаться ускоряя ускорение происходит по действиям электрического поля мы знаем что есть создать разность потенциалов то заряжены частицы начинают в них двигаться дальше после пуска уже ускоренной частицы приобрели с различной скоростью и с одним и том же ускорению когда двигаются они идут через 2 дяди отклонение пусть будет deflection отклонения то есть мы они проходят через магнитное поле тут уже магнитное поле выполняет как предыдущем рисунке мы показали это ветер то есть эти заряженные частицы которые весят меньше точнее это отношение массы к заряду но поскольку большая часть ионов они все-таки однополярные ионы то есть заряженные имеет заряд плюс плюс один тогда эти частицы тут могут еще образоваться конечно и отрицательно заряжать частиц в общем эти частицы они отклоняются и чем меньше масса этой частицы тем сильнее она отклоняется более тяжелой частицы как бы здесь благодаря магнитному полю ионы как бы своим движением они как бы расслаиваются и уже детектор когда ионы уже расслоены ионы по скорости по зависимости на направлению эти ионы уже детектируется какой-нибудь там фотопластинке и сейчас специфика специальные электрометры и уже компьютер принимаете сигнала может обрабатывать и давать соответствующие спектры и так здесь показано посмотрите молекула электронный удар схема электронного удара моя когда электронка бы сталкивается с молекулы молекула становится на поле полярно заряжены и два электрона то есть вот это уже положительно заряженная молекула она начинает уже приобретая ускорение в электрическом поле начинает делиться в магнитном поле зависимости от ее массы она будет отклоняться здесь показан давайте сразу покажем на спектр например это театра этил свинца если вы посмотрите вот театра этил свинец это масса 324 положительно заряженный то есть мы можем представить молеку театра этил свинца бомбардируется электрон образуется положить заряженный театра этил свинец массы 324 потом этот театра этил свинец согласно спектру распадается на четыре различных фрагмента если вы просчитаете разность между эти фрагменты то увидите что каждый раз это театра этил свинец то есть на группу если посчитаете массу c2 h5 на группу этим массы группы этим идет разница в этих спектрах то есть каждый раз смотрите 1 2 3 4 каждый раз театра этил свинец как бы терял положительно заряженный этим здесь энергии ионизации необходимо учитывать то есть то когда мы проводим электронный удар или например это может быть лазером от тяжелыми атомами то необходимо учитывать энергию ионизация вещества бери энергии ионизация органических веществ она 6 и 12 от 6 до 12 электрон вольт часто использует когда получены какие-то спектры то мы знаем что большая часть стандартных спектров там идет бомбардировка на пире электронность энергии ионизации 70 электрон вольт вот эти здесь показаны электронный удар бомбардировка быстрым атом электроспрей ионизация лазерная десорбция знаменитый способ способ мальдии вот посмотрите пожалуйста мы знаем что зависит от того какие образцы мы пытаемся спектры каких образцов мы пытаемся получить мы можем использовать различные способы ионизации например для того чтобы получить если мы хотим ионизировать молекулы от 1 до 1000 дольтон дольтон этого атомная единица массы то в принципе она если углерота масса 12 мы можем сказать что 12 дольтон то есть если мы хотим получить бомбардировать молекулы до 6000 дольтон то лучше использовать уже не электронный удар а бомбардировка быстрыми атомами то есть лазерная десорбция при посвящении посмотрите она очень хорошо для молекул таких например днк и так далее так встретись показана схема электроспрея здесь и он и как бы всплыскивается и под действием на пир температуры молеку любит какой нибудь молеку на какого-нибудь растворителя они начинают испаряться а ионы немного друг другу как бы притягивается и образуется уже более такие меньшие капельки эти меньше капельки начинают уже попадать масс-спектрометрах и вакуум где уже в вакуумном состоянии и там они уже начинается свое движение здесь показано лазер как лазер действует мы знаем что конечно мы могли бы сказать что лазер доставить сильной энергии не может ли он разрушит энергию будет ли он точно образует одноположительно одноположительно заряженный ион с зарядом плюс то можем сказать что лазерную дисопцию проводят на воздухе то есть молекулы воздуха уже значительно снижает энергию лазерного луча покажу вам два таких основных анализатора которые использовали есть масс-спектрометре и так посмотрите пожалуйста это квадропольный анализатор в чем его смысл если посмотреть на рисунок то мы видим что вот стержни они заряжены магнитный стерж заряжены по разным плюс минус плюс минус это тем самым создается вращение то есть эти за счет в квадропольном нас анализатора начинает двигаться с определенной частотой и мы знаем зависимости от масса но будет создавать определенный радиус своем движении то есть здесь уже сказано как бы некоторая другая формула отношение массы к заряду мы можем определить вот мы это вектор магнитного и магнитной индукции это радиус который она создает при своем решении и этот у нас вольтаж то есть напряжение также можно и по этой форме в зависимости от того как у анализатор используется можно сказать и сам процесс детектирования но немножко может быть то есть компьютер когда рассчитывает нас какого-то и частицы он для это использует различные законы физики и так здесь смотрите время пролет на анализатор есть посмотрите для него уже немножко другая формула определения здесь время пролет на анализатор немножко и она двигается определенной частотой мы знаем что еще раз когда идет ускорение и он и приобретает одинаково ускорение но в зависимости от того как я рассказывал на примере со льдом когда мы пускаем тело полегче по льду или потяжелее в зависимости от массы частицы которые она была не будет двигаться с разной скоростью поэтому мы можем сказать что более как бы легкие частицы будут вы к этому анализа детектироваться будет раньше и поэтому здесь указано посмотри обратить внимание еще и время это время пролет анализатором чисто такой временной если другие анализатор например от чистоты в зависимости какую чистоту создает и такая такую сток такой ток и он и генерирует ее зависим от того от этого уже специально анализаторы уже могут это определить и так давайте начнем уже старшифровым аспектор здесь имеется уже расшифрованы на спектр когда при обычном аспектором не показано то что здесь написано вверху здесь посмотрите мы видим что здесь идет метил изопропиловый эфир здесь метил изопропиловый эфир массы 87 молекулярный и он и мы видим что он разлагается на и сети посчитать малярную массу то мы можем видеть что предсказывает определенные фрагменты на спектр и так здесь показано пример вакуумные насосы мы знаем что на спектр это вакуумный прибор и для этого необходимо создавать иногда глубокий вакуум здесь мы то какое давление мы используем для создания этого вакуума две основные характеристики на спектра самое важное мы должны знать первое это разрешение то есть некоторые спектры могут показывать пике различных ионов эти различные он иного если они близкие по массе то они могут показать один пик но когда мы увеличиваем разрешение мы можем показать уже пике конкретных ионов то есть но с один минус когда могу висели слишком увеличим разрешением и жертвуем чувствительностью мы видим 250 600 дольтон тысячи пятьдесят смотрите вот массы веществ мы видим что смотрите здесь уже как бы дает дается от трех сигнала трех пиков то есть трех различных и он здесь тоже самое те же самые три различных иона но спектр их и уже не чувствует то есть масса этих ионов настолько близ близки что мы воспринимаем что это какой-то один его и так ну давайте папа покажем рекорд разрешение посмотрите внимательно на частицы смесь частиц это гель молекулы и положительно заряжена молекула геля и 3 те если вы обратите внимание то масса гелия 3 масса 3 те 3 заряд гелия плюс заряд 3 плюс казалось бы что у них одинаковая масса одинаковый заряд что они должны давать они один и тот же пик что то есть невозможно разрешить разделить эти эти частицы на два различных пика но это оказалось уже возможно 1984 году но если вы проанализирует что вы поймете почему это так мы знаем что хоть и заряд у него плюс то магнитное поле поскольку у него до плюс положительность протона а утрите все-таки один про то то вам видно поле они все-таки будет вести себя по-разному их пике можно разделить и так чувствительность вот мы переходим чувствительность это одном из таких особенностей масс спектра не только то что она определяет конкретные массы точно масса части каких-то ионов но также она позволяет использовать ничтожно малых количеств образцы посмотрите пожалуйста мы можем использовать один пикограмм например вещества это представьте насколько то есть это на помимо спектрометрия мы знаем сейчас она используется например для вы можете не за это определить на пир чувстве подлинно ли эта картина незначительные примеси какие-то вещества уже на спектр будет их чувствовать то есть частицы это величина показываешь какое количество вещества нужно ввести масс спектр для того чтобы его можно детектировать то есть выставьте один пикограмм даже еще меньше можно будет использовать определенного образца и так первое что необходимо для чтения масс спектр это конечно нужно определять его на спектр есть молекулярные или нет для этого необходимо молекулярно молекулярно и он должен соответствовать четырем условиям имеет самую большую массу спектр быть нечетно электронным быть способным образовывать ионы включать все элементы наличие которых в образце можно увидеть по фрагментным ионам давайте посмотрим степень насыщенности р есть специальная формула которая для того чтобы определить молекулярные ты или нет нужно еще нужно значит первое четно электронному или нет для этого мы можем рассчитать r и себе в целочисленное значение будет иметь тогда можно что это нечетно электронные молекулярные молекулярные он всегда должен быть нечетно электроны давайте посмотрим пример посмотрите пожалуйста мы на примере следуем образец c5 h9 n3 в 2 хлор брон посмотрите если посмотреть по формуле по формуле то мы видим смотрите еще раз мы видим это р равно x минус 1 2 и плюс 1 2 z плюс 1 посмотрите здесь мы видим что x равно 5 а y равно почему здесь а тут учитывается в несколько а валентные по валентности мы видим что 1 валентными 20 углерод 4 полета водорода на валент азот 3 ряд кислот двух валентах хлор и бронка здесь писали 1 валент и поэтому здесь мы говорим что y уже будет равна 9 плюс 11 будет 11 z будет равно посмотри с 3 валентные мы будет равно равно оно будет равно 3 так за это равно 3 потому что других трех валентных у нас нету и н как бы особенно нам эта форма не нужен равен 2 то есть мы показали эти индексы если мы по этой формуле еще раз посмотрим то мы увидим вот x минус 1 2 y x это основно 5 1 2 y это вот у нас мы ехали на 2 1 2 идет это вот 11 делим на 2 потом плюс 1 2 за это три вторых и плюс 1 поэтому получается 2 значит мы можем говорить что данное вещество она нечетно электронная и тот молекулярный ион который будет давать отъем можно сказать но если будет удовлетворять еще трем основным условиям то можно утверждать что это молекулярный ион но более не существуют другие способы определения насыщенности то есть это не только вещество то есть если мы говорим на ненасыщенное вещество то есть нас она будет содержать либо цикл либо двойную связь либо там тройную связь либо 2 2 2 3 на и так далее-то не насыщенной степени насыщенность если еще раз повторюсь если r целое число то он нечетно электронной и может быть молекулярным r также показывает его нас не насыщенность то есть на катера рано 2 на чму сказать лигу она содержит 2 двойные связи или 1 тайной связи или 2 цикла или цикл я на��를 мешать такую непредельность указывает также вы можете определять и другим способом если вы например представите что например 4-х валентные на пи будет кремни какой-нибудь 4-х валентами вы замените c 3-х валентного пер замените там давать иначе так 1 валент на c3 замените 2-х валентного замените cc h2 ты 3-х валентные царь и набер 4-х валентными элементы вы гетероатом замените на c тогда не трудно будет рассчитать насыщен другим способом для этого мы заменяем гетероатом вот эти частицы и их количество потом подсчитываем малярную массу получены если у нас малярная масса которая у нас например будет c5 то есть мы у него у него получается c5 например h12 то мы можем отнять малярную массу только к которой у нас должно быть предельно и опять малярную массу через гетероатом и разделить на 2 если у нас получит также нечетное число то можно сказать что это и он не молекулярно то есть он четно электронный здесь я не указал этот пример каких примерах мы можем это дальнейшем разобрать и так давайте перейдем непосредственно к анализам аспектра к анализам аспектра и так посмотрите пожалуйста здесь представлен на спектр этанола и ди изопропилового эфира посмотрите пожалуйста вот на спектр этанола на валярную массу этанола 46 давайте писать что-то молекулярный он не бы проверять все четыре условия сейчас и мы видим что он распался на 4 фрагмента посмотрите 46 45 значит он потерял а протон водорода посмотрите пожалуйста если это будет уже за и протон водорода это уже будет частица посмотреть х3 х2 о плюс теперь посмотрите разницу между 45 46 и 31 и силу 46 отнимите 31 это получится 15 то есть мы видим что молекулярный он потерял метил группу метил c h3 плюс тогда это будет чисто да мы можем точно утверждать что данное и он это c h3 о аж дальше 46 отнять 17 получится 29 это потерю ваш группы то есть если молекулярный он именно c 25 ваш плюс потеряет гидроксильную группу то он превратится положительно заряженный идти и сильную группу эти группу 5 и так посмотрите масса может принципе определить чему они то есть мы проанализировали и если наш спектр действительно подтверждает наличие каких-то частиц то мы тоже можем отрезать что это это но давайте посмотрим другой спектр это получается дизопропиловый эфир дизопропиловый эфир смотрите масса 87 распался на три фрагмента если вы просчитайте то мы можем увидеть что здесь идет потеря посмотрите пожалуйста чем отличается массой 87 отличается от масса номер 45 то есть если проанализируйте то какая-то какую частицы могла потерять данное вещество то не трудно бы догадаться что это вот это вот частицы вот этот я показывал на графе она мы можем сказать что она отщепилась вот это вот частицы вот она и вот это вот как бы из-за пропиловый как бы вот эта частица чипс вот это вот осталось и она будет соответственно на массе 45 потом дальнейшем как вот этому могло образоваться то мы говорим что вот эта частица цепилась посчитать там быть масса 43 то есть проанализировав если эти такие частицы могут существовать образоваться данного данной молекулы можем то же что мы действительно сталкиваемся рассматриваем именно эту молекулу масс спектрометрия не только позволяет идентифицировать вещества по его массе но она также еще позволяет анализируем аспекты мы можем например говорить о каких-то резонансных структур наличие каких-то резонансных структур давайте перейдем к практике рассчитайте относительно атомного масса рубиди по масс спектру и так посмотрите рубиди это заметили нет масса у него 87 и 85 здесь показаны вот это я считаю интенсивно всегда выражают процентах она просто это просто масштабное такое значение мы можем показать других пропорциональному меньше увеличить в общем получается 2377 что видел что прочитать мою атомную массу рубиди для этого нам мы можем просто на всего смотрите 85 умножить на 77 на его процент потом 8 его проценту мыши опять на атомную массу и все это разделить на 100 мы получим малярную массу рубиди атомную массу извините рубиди вот масс-спектр рубиди будет именно таким то есть он показывает не только вы считали атомную массу химического элемента но по масс-спектру мы также можем определить какие изотопы присутствует и еще не просто определить какие за то то здесь мы знаем что рубиди ума спектра из изотоп с нас 87 и 85 но еще как каких соотношениях они друг находятся отношения друг друга и так давайте перейдем к органическим а спектр вещества симпирическая формула то есть вам известно первым сожгли вещества определили эмпирическую формула но не знаете какая же его структура показан этот москет определить его молекулярной структурной форме ну давайте сразу перейдем мы знаем если на проверим и по империческому форму то 60 у нее не будет но мы подставляем что чтобы было равно 60 мы почитаем что n будет равно 2-то относительно несложно то есть мы нашли эмпирическую форму потом его общую форму подставим и мы поймем что не будет равно 2 то есть молекулярно форму на легко высчитывалась даже без всяких масс-спектр а теперь как определить структурную форму теперь посмотрите пожалуйста мы знаем вот малярная масса 60 первый пик у нас показывает посадки интенсивность 15 поэтому 60 что-то 45 потерялась и когда мы вы проанализируем 45 это в целошь второй пик это 43 теперь мы 60 отнимаем 40 оцените разность будет 17 поэтому по 17 это будет соответствовать группе то есть это частиц если потеряет ваш группу то будет вот такая частица на спектре с массы 43 ну и последние 45 если потеряется c h3 группа вот вот эту группу представим что мы ее убираем то получится уже масса 45 то есть анализируете мы видим что спектры соответствуют такие вещества могут образовываться тогда мы можем точно приезжать что это действительно уксусная кислота давайте другое ниже имеется 2 масс-спектра имеется 2 масс-спектр один пропанул другой пропаналь вопрос тут сказано что кто-то пропанул кто-то пропаналь но установить кто из них кто вот анализируем аспектр нам это достаточно будет сделать несложно давайте начнем смотрите у а есть два пика 43 15 43 15 это уже дочерние ионы вот этот молекулярный ион он раз может распасться на давать фрагменты с массы 43 и 45 положительно заряжены ионы теперь посмотрим 58 минус 43 смотрите 58 минус извините неправильно сказал раза смежу 58 43 будет 15 потерять c h3 то есть мы представляем молекулу кто может потерять c h3 мы узнали пропанал может потерять и пропанал может потерять пока нам это ни о чем не говорить пока это нам ни о чем не говорить внутри 58 43 потерялся h3 но дальше это обратить внимание 15 и вот 58 минус 15 смотрите это разница будет 43 с массы 43 может образа может этот это будет вот такой царь 3 c о это у нас только такая частица может иметь массу с 43 то есть здесь остался c h3 то есть мы представляем смотрите вот этот вот я показана слайде то есть представляем что вот это у нас частица она детектируется а вот это у нас она как бы поймал енком молекулярный ион потерял эту частицу она будет массы 43 то есть мы точно можем сказать что вот это у нас пропанали давайте сравним с этим вот это у нас пропанали потому что если потерять эту частицу всю вот эту частицу то это будет разница между 58 и 15 давайте проанализируем 2 на спектр посмотрите пропанал дает 3 пика но весь смысл давайте сразу я округленно скажу мама с 28 пик нас малярной массы 28 миллиарм масса 28 это будет целом для этого он должен потерять 2 c h3 группы если мы посмотрим на представим молекулы пропанали и пропанала то потеряться 2 c h3 группы может только пропанал и поэтому по вот этому 25 на 1 28 мы точно можем определить что это у нас пропану то есть дальнейшего может более глубже ознакомиться с решением этой задачи и думаю это будет несложно понять итак давайте теперь решим самостоятельно посмотрите пожалуйста на спектр определите как относительно атомная масса элемента вот не сказано какой-то элемент дан как моего масспекта но мы знаем что у него масса есть 10 масса 11 также дана интенсивность в таком вот масштабе то мы ведь примерность поделением разделе то мы видим что алинас 11 его четыре раза больше этих ионов ну и соответственно если мы представим всего пять частей туда мы можем сделать 1 умножить на 10 потом 4 умножить на 11 умножить на 4 и разделить на 5 мы поймем чему будет на нулярная масса скорее всего это будет 10,8 это будет у нас бор и так посмотрите доставая задание схема показывает возможные до путь субатомных частиц часто такие звания попадаются именно при сдаче экзаменов учащимися в магнитами электрическом поле магнита поле теперь в вакууме это уже говорил об этом посмотреть пожалуйста и тут нужно указать какие диаграмма корректно мы знаем что электроны будет положительно заряжена нейтрона и будет нейтральная по протонам будут тоже отклоняться в магнитном поле поэтому давайте какая диаграмма наиболее корректные давайте посмотрим так мы знаем что это корректно будет правильно будет ответует один и один и три так у нас нет такого ответа только один или только один есть 121323 какие корректные но у нас получается наиболее корректно это получается 1 и 2 то есть протоны все-таки будет отклоняться к отрицательно заряженному полюсу это у нас 1 и 2 правильный ответ а давайте какое из следующих ионов претерпевает наибольшее отклонение на спектре списать вот эти ионы начали двигаются в магнитном поле вам нужно определить какой из этих ионов больше отклоняется мы знаем что отклонение зависит от массы частицы когда дефектируется на самом деле это не от массы от массы к заряду и чем будет меньше это значение масса к заряду тем сильнее будет идти отклонение то есть посмотрите мы сразу видим что масса 35 самая легкая до масса 35 вроде бы должен отклониться сильнее чем все остальные но если мы посмотрим отношения массы к заряду то мы увидим здесь отношение массы к заряду равно 35 плюс 37 принципе то что будет и сумма этой массы здесь уже отношение 35 делим на 2 на заряд то будет еще меньше и поэтому мы можем сказать что самый сильный отклонение будет претерпевать под номером а еще раз чем меньше значение отношения массы к заряду тем сильнее будет отклоняться иону магнитном поле может переходим на проверку за знаний на проверку знаний на спектр посмотрите его показанных интенсивность 12 816 не показан сам спектра его как бы графические изображения самого таблицы самого спектра и вам нужно определить масс-спектр элемента x имеет 4 пика все 4 6 6 7 6 8 вот эти таблица показывает относительно распространенных изотопов образцы x мы уже знаем 12 ножи наши 4 плюс 8 умножить на 66 1 мощность 7 6 6 6 8 и все это разделить на вот это вот количество посмотрели на 18 из 8 из 1 пришлось мы спокойно найдем относительно атомной массы давайте следующее знание тут отказано до дать именно то есть мы даже сказать до сос до сотых то есть например если это будет 1 67 мы даже сказать вернее не 6 7 и 3 а 6 7 35 сильно рассчитать его можете точно посчитать чему равно поскольку изотопов все 412 скорее всего близко быть значение ближе к 64 чем 68 дальше смотрим используя перед в таблицу определите частицы соответствующий пиком 64 используя перейдем но когда мы посмотрим таблицами не левому мы можем сказать что это может быть медь и так далее дальше утвердите одну причину почему частицы с одинаковой массой и скоростью могут отклоняться в различных количествах в одном и том же магнитном поле мы знаем что магнитное поле можно варьировать но если в одном и том же магнитном поле почему частицы отклоняем и не отклоняются по разному свои частицы обладает одной массы одной и той же скоростью но может отклоняться в том же магнитном поле пусть проводит и так давайте по одной причине почему и так одинаковая масса одинаковая скорость частицы с одинаковой массой и скоростью могут отклоняться это на примере давайте возьмем это такой пример который мы до этого приводили это гелий при 3 плюс положительно заряжен гелий с массой 3 и 3 они имеют они могут обла будут обладает поскольку они частицы с одинаковой массы они могут обладать одинаковой массой одинаковой скорости но все-таки за счет того что у гели 2 протона он отклоняться будет немножко по-разному здесь как бы одну причину это имеется ввиду количество например протонов следующее объясните как детектор в спектромете определяет процентное содержание изотопов мы знаем что это по интенсивности чем выше будет пик тем больше этих ионов но также высота пика еще зависит больше для конечных молекул еще и от устойчивости и самого иона и так посмотрите дальше вот еще один одно задание масс-пектор может быть использовать чтобы определить изотопный состав диаграмма показывает масс-спектор ну тут разные отличную область смотрите область а b c d можно это проходили давайте покажем что будет соответственно 3 соответствует области а мы знаем что это область а это идет ионизация области б можем сказать что идет ускорение так есть магнитном поле в области здесь вот электромагнитного Horizon боюсь и направлений это электрическому полю это магнитную полю это уже идет расслоение дифракции это уже магнитно не там то есть мы можем сказать что это ионизация это ускорение это дифракция ну и да это детектировать прием сигналов их обработка газ брон имеет форму но здесь вы которые эти задания, давайте, следующее задание вы уже можете решить самостоятельно. Здесь очень много похожих заданий. Вот даны дополнительные задания. Рассчитайте относительно атону на массу металла. Вы знаете 63, интенсивность 70, 65, интенсивность 30. Мы уже говорили, как это можно их вычислить. Эти дополнительные задания вы можете уже самостоятельно прорешать. Так, есть также для более продвинутых учащихся мы предлагаем уже усложненные задания, для которых могут быть включены, где каких-то, как часть какого-то задания, могут включены в каких-то олимпиадных заданиях. Итак, посмотрите, пожалуйста, часто, когда используется это для олимпиадников, когда используется масс-спектр, и знания масс-спектра могут понадобиться решения олимпиадных заданий. Часто это какая-нибудь цепочка, дается какая-то информация о масс-спектре, иногда там смешивают ее, например, с ядерно-магнитным, спектром ядерно-магнитного резонанса, инфракрасный, спектр инфракрасного излучения. Тогда мы можем сравнивать эти спектры точно определить то ли это вещество или нет. Итак, всем спасибо за внимание. Все материалы данного урока будут размещены на сайте model.niz.edu.kz. Спасибо за внимание.